Основные конкурсные испытания пройдут на базе 42-й гимназии, с которой сегодня и познакомили участников конкурса. В этом году их условно разделили на три группы. Самой многочисленной оказалась номинация филологов, а также учителей истории и начальных классов. Большинство конкурсантов традиционно женщины. Кстати, большая часть заданий им знакомы, за одним исключением. В этом году впервые педагогам предлагают принять участие в заседании круглого стола образовательных политиков. Награждение победителей состоится 20 марта. Тогда же назовут фамилию учителя, который получил главный пресс-конкурс от 300 тысяч рублей. У меня нет классного руководства, поэтому одно из сложнейших испытаний, я считаю, что это мероприятие, не классное мероприятие, которое классно сейчас я буду вести. То есть для меня это как бы, ну, проводил я мероприятие, но в таком количестве большом, чтобы привыкнуть к этому, нет. Самое трудное испытание – это урок. Хотя бы по той простой причине, что слишком много непредсказуемого. Рядом будет 25 человек, каждый со своими мыслями, со своими темпами жизни. В Алтайском крае, как по всей стране, начался конкурс «Поликлиника начинается с регистратуры». Его проводит Министерство здравоохранения России в целях совершенствования их работы. Оценить работу регистратуры сможет каждый, пришедший в поликлинику. Для этого нужно только заполнить анкету. Причем не обязательно указывать свою фамилию. Лечебное учреждение, набравшее наибольшее количество положительных отзывов, станет победителем. После эти данные отправят в Москву, где независимая комиссия до 1 октября назовет лучшую регистратуру страны. И еще об одном конкурсе, который завершился в Барнауле. Лучшей супермамой этого года стала Наталья Кочетова. Всего за победу боролись 8 женщин с детьми, которые, кстати, выступали в роли штурманов. Соревнование проходило в два этапа. На первом мамы демонстрировали умение виртуозно водить автомобиль на скорость. И здесь равных не было линии Эмерих. На втором этапе конкурсантки проявили себя, участвуя в семейном дефиле, творческом конкурсе «Все дело в шляпе», а также кулинарном поединке. Все дамы показали себя с лучшей стороны и все получили подарки. Всем огромное спасибо, что так дружно в таком красивом зале мы собрались вновь на наш замечательный семейный конкурс. Пятый. Я думаю, наверное, с такими поддерживающими командами у нас, наверное, будет и 50-й конкурс. 100%. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город.